Микс Ньюс Добрый вечер, Олег. Будут показаны самые свежие, интересные российские фильмы, но вот 13-го числа, это будет послезавтра, там пройдет премьера фильма «Дорогой папа», Владимир Вдовиченков, Ирина Пегова, Игорь Ясулович, это комедия о бизнесмене, который переписал все свое имущество на свою маму, мама умирает, а завещала на все внучки. Ну, то есть они законорождены дочери героя Вдовиченкова, и вот бизнесмену приходится отыскать брошенную, значит, когда-то свою супружницу и наладить отношения с дочкой. Ну, а кроме этого, в конце сентября и в самом начале октября будет несколько тоже таких больших премьер, это «Тайны печати дракона», российский фильм, но с участием Шварценеггера и Джеки Чана. Их поединок, это стал просто изюминкой, там, привел в неистовство всех фанатов, потому что схватку Шварценеггера с Джеки Чаном, наверное, ждали, ну, не 50, но, наверное, лет 30 все фанаты боевых искусств. Ну, правда, некоторые сожалели, говорили, что все-таки вот 30 лет назад это, наверное, смотрелось бы эффектнее. К сожалению, сейчас уже они не в том возрасте, когда могут какие-то чудеса показать на киноэкране. И еще две очень интересные картины, это фильм Валерия Тодоровского «Одесса», картина с участием Леонида Ермольника, который играет вот одесского дедушку, говорит с неподражаемым еврейским акцентом, Евгений Цыганов, Ксения Рапопорт, там очень много известных актеров. Это такая очень трогательная, частично автобиографическая лента, действие происходит в 70-м году, вспышка эпидемии холеры, город оцеплен войсками, никого не впускать, не выпускают. Ну, такая, с одной стороны, драма, комедия, трагедия, и, ну, вот что отмечают те, кто смотрел картину, фильм лишен, как бы это сказать, вот этих всех стереотипов одесских. То есть там не будет так много, ну, вот этого одесского говора, не будет, ну, каких-то таких вот стереотипных вещей, которые все ждут, будет совсем другое кино. И фильм «Герой» – это фильм с Владимиром Машковым, Александром Петровым, это такая попытка, я не знаю, идентификации Борна, что ли, на русский манер. Там загадочная секретная спецшкола, которую, значит, возглавлял там некий полковник спецслужб Машков, который своего сына отправил туда, затем сын оказывается засланным казачком в Европе, живет себе не ту же, и вдруг наступает час икс, к нему приходят и говорят, что ты нужен в родной стране. Ну, и дальше вот начинается. В общем, все эти картины можно будет посмотреть в самое ближайшее время, следите за афишами Дома Москвы. Ну, а мы вот переходим уже к Венецианскому кинофестивалю. И, во-первых, ну, наверное, начнем разговор с того, что это уже третий, Наташа, в твоей биографии фестиваль класса А, который удалось посетить. Вообще, каким образом попадают на все эти фестивали? Ну, как я уже в прошлый раз говорила, попасть на фестиваль можно по-разному, и в том числе победить в конкурсе, как у меня это сложилось с кинофестивалем в Каннах. А в данном случае я проявила, собственно, инициативу, вот, и купила билет и поехала в Венецию. По идее, то есть это тот же фестиваль, как и в Берлине, есть возможность покупать билеты и простому зрителю. Через, я понимаю, что их покупала заранее? Да, можно, да, посмотреть программу, когда она уже опубликованная, имеется, примерно это где-то, ну, чуть меньше, чем месяц, за месяц где-то вот они выкладывают ее, и можно выбирать программу на те сеансы, которые доступны обширной публике, вот, и заранее покупать можно билеты. Билеты, сразу спрошу, дорогие, дороже, чем, ну, посреди у нас, например, в кино? Дороже, единственное, что, как бы, ценовая категория отличается, на какие-то фильмы одна цена, на другие другая, я непосредственно покупала на сдвоенный сеанс билет, и он был, в принципе, за два фильма, которые идут чуть больше, чем два часа, билет стоил где-то 21 евро. Дельные программы, также там можно получать скидки при покупке билета на вечерний сеанс, ты получаешь скидки на приобретение следующего билета, вот, и таким образом я тоже себе немножко сбила цену на программу короткометражного кино, которая проходила тоже в рамках кинофестиваля, и тоже купила подешевле себе на этот сеанс билет. Ну, то есть, достаточно демократично, с учетом того, что это все-таки Венеция, вот, и время кинофестиваля, и многие фильмы, естественно, проходят в программе, в конкурсной, и поэтому это, так сказать, ты с первых рук уже получаешь и видишь своими глазами, да, то, что люди увидят в прокате чуть позже. Это возможность заодно и просто увидеть город, то есть, ну, совместить приятное с полезным, как туристу приехать, посмотреть Венецию, и заодно, где проходит, ну, то есть, вот мы знаем, что, да, этот остров, на котором проходит фестиваль, вот, что он из себя представляет, насколько можно простому человеку подобраться к звездам, которые приезжают на этот фестиваль, насколько все закрыто, то есть, огорожено, перегорожено? Да, фестиваль проходит на отдельном острове, остров Лидо, не путать... Какое милое название близкое. И близкое нашему латвийскому сердцу, да, не перепутаешь. Проходит он там, там же находится штаб-квартира фестиваля, основной зал, скажем, сам кинотеатр-палаццо, в котором проходят премьеры и рядом с которым находится красная ковровая дорожка. Рядом также очень достаточно в доступной близости находятся остальные залы, где проходят другие сеансы. И непосредственно рядом с дворцом фестиваля находится отель Excelsior, сейчас выдам все явки и пароли, где и как можно увидеть хотя бы даже издалека звезд, где непосредственно куда прибывают звезды перед сеансами, что интересно, как мы знаем, Венеция находится на воде, вот, и звезды прибывают на корабликах, ну, это маленькие лодочки так моторные, но очень, так сказать, красивые, премиум-класса, они прибывают на лодочках, и можно с такого небольшого балкончика, в принципе, наблюдать, кого-то даже, так сказать, поймать, сфотографировать, ну, сверху, да, не вблизи, вот, но, по крайней мере, достаточно близко, да, то есть это не где-то там далеко, а вот такой, в принципе, ну, узнаваемой близости, что ты можешь признать звезду. Таким образом, я увидела случайно, я там не хотела находиться весь день и караулить всех возможных звезд, да, но вот случайно, во время, когда я находилась на этом пятачке, я увидела, как прибыла Моника Белуччи, как всегда, красиво, элегантно, стройно, в темном облегающем платье, вот, и она немножко попозировала также, ну, фотографом, вот, спустилась на пристань, вот, и ее уже там под этим мостиком провели уже в отель. Ну, расстояние, чтобы было примерно понятно нашей публике, это такое же, как вот, например, как проплывает такая же лодочка у нас по каналу, мостик бастионный. Да, 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 примерно такая же близость, причем сам этот мостик, он очень маленький, он буквально такой полукругом с выступом, да, получается, там крытая пристань, да, ну, чтобы, наверное, сверху тоже, так сказать, не бросали звезд цветы и прочие предметы, вот, но когда они прибывают, эти кораблики, они открытые, с открытой, так сказать, палубой, да, и с них вот уже звезда сходит на эту небольшую пристань, и это примерно, да, получается, как вот с нашего мостика на канале, да, можно вот так примерно вот с такой вот, с такого расстояния увидеть звезд. Насколько, ну, вот такая плотная программа фестиваля, сколько фильмов может посмотреть нормальный человек вот за все эти дни? Ну, начнем с того, что фестиваль идет неполные две недели, и мне, в принципе, удалось задержаться в Венеции всего лишь на три дня, ну, таких полноценных, вот, из которых сам фестиваль, ну, я застала на два дня, вот. Вот, и поскольку я заранее уже знала, когда я буду там, и приобрела билеты через интернет, то, соответственно, я понимала, что я не смогу там безвылазно сидеть в кинозале, да, и хотелось также и по городу поездить, походить, поплавать, скорее всего, да, потому что это все-таки у них артерии, это не наши дороги, а по воде перемещение все. И поэтому мне, в принципе, я посмотрела два полноценных фильма, это вот «Сдвойный сеанс», на который я купила билет, это фильм к звездам Адастра с Брэдом Питтом, и «The Marriage Story» – это брачная история, может быть, как-то по-другому будет адаптирована на русский, да, со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером. И также я покупала, чтобы, так сказать, сделать все-таки себе небольшой такой обзор того, что вообще представлено на фестивалях в их программах, да, это сеанс короткометражных фильмов, отобранных также для фестиваля, и отдельный сеанс программы Венецианского кинофестиваля, который называется «Венеция College Cinema». То есть это, потом я как бы почитала побольше об этом, да, что отбираются три кандидата в некую мастерскую, организованную кинофестивалем, которые в дальнейшем за микробюджет снимают свой фильм. И в следующем году он будет показан в рамках фестиваля. То есть это, получается, прошлогодние отобранные кандидаты показывали свои работы, и одну из таких работ я посмотрела. Получается, что много программ, то есть есть основная программа, и, наверное, в основном фильме основного конкурса их сложнее всего посмотреть, или, ну, они более таки востребованы? Да, есть такой момент, да, что билеты, во-первых, тоже быстро достаточно раскупаются, да, или, например, то есть, ну, цена билета, скажем, на показ фильма Поланский, режиссера, который сам лично не приехал, но получил награду, по-моему, «Серебряного льва», как гран-при от жюри. На него билет стоил, скажем так, 40 евро. Да, и при этом при всём через некоторое время я ещё раз заходила посмотреть, может быть, цена снизилась? Нет, он, смотрю, уже раскуплен. То есть всё-таки желающих много, и поэтому, то есть, естественно, билеты тоже раскупаются, и не на всё можно попасть. Да, «Брачная история», вот так его перевели в России, вот его перевели. «Офицер и шпион» фильм Романа Поланский, который тоже вот получил гран-при. «Серебряный льв», гран-при жюри, да. То есть, это, в принципе, такая одна из, я понимаю, тоже была, наверное, картин, на которой делали ставки, там все ходили посмотреть, не говоря уже о том, что фигура Романа Поланского, ну, опять-таки, такая очень, ну, одиозная, скандальная, всё внимание было, наверное, приплековано к нему. Что, чем ещё вот удивил этот фестиваль, что было такого, ну, что удалось за эти вот несколько дней увидеть? Понравилась вообще сама атмосфера, ну, более того, что это так обособлено, он находится всё-таки на отдельном острове, и все события, скажем так, они не разбросаны по городу, да, а всё-таки сконцентрированы. Они сконцентрированы в одном месте, достаточно свободное передвижение на территории фестиваля, да, конечно, на всех входах с разных сторон, на территорию, которая является территорией проведения фестиваля, естественно, там блокпосты, или, как сказать, да, то есть, есть ограждения, стоят, соответственно, ну, охрана, да, которая просит туда также открывать сумки, проверять, но не было такой прямо рьянной, рьянной прямо потребности вот с их стороны просить у каждого проверять и проходить через металлодетектор, да, как это, допустим, в Каннах, да. То есть, какое-то ощущение вот больше такой свободы и доступности было, да, вот, и сам факт, что как бы ты не чувствовал, что ты там, ну, так, бедный родственник, пришёл я тут кино посмотреть на пару сеансов, ты как-то себя чувствовал более, как бы, скажем, своим даже, вот, находясь там. Ну, я так понимаю, что даже по сравнению с аккредитованными журналистами была такая преференция тем, кто купил билеты заранее с местами. На те сеансы, которые предполагались для публики в том числе, то есть, это такие смешанные сеансы как для аккредитованных, так и для публики, предпочтение давалось публике, потому что публика покупала билеты с определёнными местами, соответственно, те выкупленные билеты под них уже, ну, являлись доказательством того, что тебе не надо стоять в очереди и ждать своего, так сказать, да, момента, когда ты пройдёшь и сядешь, да, место замешиваешь. Некоторые аккредитованные даже вот оставались, как бы, вне зала, потому что, ну, пропускались люди с билетами, и тогда уже по факту того, кто там не явился и есть ли свободное место, могли пройти те аккредитованные, которые не попали на данный сеанс. Но хотя у них есть отдельные сеансы, я также в программе видела, что были отдельные сеансы для прессы и для индустрии. У них, как бы, да, это не совсем так сказать, что вот аккредитованные прямо были так, ну, скажем, ущемлены в своих правах. Конечно же, у них тоже были свои приоритеты. Джокер, вот уже был показан, когда… Нет, он показывался после меня. Это вот случай из Каннах, когда я приехала, фильм уже был показан несколько раз, и в период, когда я была, показывали фильм, который я хотела посмотреть. В данном случае получилось наоборот, что я была в начале, первые дни фестиваля, его показывали чуть позже. Но вот вся, вообще, вся часть острова, где проходил фестиваль, все было в плакатах, там Джокер, то есть это вот, там реально оформление было так, что вот каждый фильм у каждого потенциального победителя, да, и не только, да, вот прямо город был обклеен всем плакатами, и Джокер там был тоже чуть ли не на первом месте. Хакин Феникс, я слышал, что он остался, ну, дело в том, что фестиваль в Торонто немножечко перехлёстывается с фестивалем Венеции, и был какой-то такой неприятный, может быть, для Венеции момент, что звёзды, приехавшие, значит, ну, как бы, представляют свою картину, вдруг собирались, ну, типа, ну, всё, всё, до свидания, вот мы уже следующий фестиваль в Торонто помчались. Ну, я читал, что Хакин Феникс остался до конца, и не зря, потому что всё-таки картина получила, получила главную награду, и я понимаю, что он как чувствовал, ну, хотел свои вот эти 15 минут славы всё-таки получить сполна, и... Ну да, к тому же и, скажем, жанр фильма, я не уверена, что это, конечно, комедия, и там вот чистый комикс, да, как вот мы привыкли к марвеловским комиксам. А вообще это, так сказать, первый прецедент, когда на таком фестивале вручается главный приз вот фильму по комиксам снятому, да, то есть это вообще тоже такая новинка, да, скажем, в этой связи, и поэтому, наверное, всё-таки, да, это такой прорыв, что теперь фестиваль открытый для мейнстримового кино. Естественно, фильм надо посмотреть и разобраться, почему, да, он получил такой приз, но я думаю, что недаром. Ну, не было такого ощущения, что фестиваль... У меня всё время, мне кажется, что всё-таки венецианский фестиваль более демократичный по сравнению, может быть, с другими фестивалями, в нём, в его программе всё-таки не так много, ну, Галимова артхауса, ну, то есть вот такой вот прямо вот, чтобы совсем вот публика разбегалась или там, ну, абсолютно некоммерческое кино. Мне тоже показалось из той программы, которую я вообще, ну, так сказать, старалась полностью изучить, там, поплакать над тем, на что я не смогу попасть по времени, вот, и придётся ждать, когда он выйдет здесь у нас. Я тоже так, ну, обратила внимание, что меньше такого артхауса, да, или авторского кино, да, и больше, ну, скажем, я не хочу сказать, что это мейнстрим, но такого качественного кинематографа, да, то есть без там ухода в очень глубокие психологические издержки. Была ли какая-то своя, я понимаю, информационная, ну, инфраструктура фестиваля, условно говоря, своя газета, свои какие-то вот каналы связи? Ну, вот, по сравнению с Каннами, скажем, где каждый день издавалось, как минимум, по-моему, 2-3 издания, причём они реально ежедневно их печатали, делали, вот, и Круазетта, и, по-моему, Холливуд Репортер тоже там достаточно регулярно выходил, да, именно вот под стать чуть ли не каждому дню фестиваля. То есть здесь, скажем, я не видела, возможно, эта информация не находилась в широком доступе, продукция печатная, а, возможно, она находилась именно там, где аккредитованная часть посетителей фестиваля, да, обычно каждый день проводила, то есть какой-то штаб-квартира или какой-то хед-офис, да, вот. Вот, а на улицах разве что был только Холливуд Репортер, да, ну, вот, и то на итальянском языке, вот, и, к сожалению, вот такой вот регулярный, вот, как мне показалось, регулярных печатных изданий, которые были посвящены каждому дню, я не заметила, то есть, либо их как-то не очень распространяли, может быть, это как бы не основная, так сказать, не основная задача фестиваля информировать. Помню, что когда вот была юмореска, посвященная там московскому кинофестивалю, где шел фильм, вот сейчас, ну, условно говоря, на арабском языке с корейскими субтитрами, мой сосед знал японский, переводил мне имена, там, значит, было в этой юмореске, вот, насколько здесь фильмы шли, не знаю, с итальянскими субтитрами, или там переводчик бубнил на итальянском, или как это происходило? Как я поняла, на такого класса фестивалях всегда, если фильм идет не на английском, то субтитры на английском обязательно будут, и на языке той стороны, где проходит фестиваль. То есть, в данном случае субтитры были на английских фильмах итальянские, а на неанглийских фильмах, как, например, фильм французский из программы College Cinema, да, шел с итальянскими и английскими субтитрами. То есть, в данном случае, ну, достаточно доступно, понятно, вот, даже, да, по-моему, один фильм из программы короткометражного кино был южнокорейский, вот, и он был с английскими и итальянскими субтитрами. Ну что же, у нас сейчас время небольшого перерыва, это программа Cinema, я напомню, что мы сегодня говорим о Венецианском кинофестивале, Наталья Яценко побывала на фестивале, вот, сейчас нам рассказывает свои впечатления, но через пару минут продолжим. Микс Ньюс. Микс Ньюс. Микс Ньюс в свободном доступе, и очереди, кстати, были небольшие. То ли билетов не было, то ли да, все уже заранее купили. Сколько там кинотеатров на этом острове помещается? Я, по крайней мере, я была в двух, это зал Джордино и Палабиенали. Есть еще другие залы, я, правда, не совсем изучала, они, мне кажется, чуть подальше находились, вот это самые два близких, да, которые непосредственно находятся с обеих сторон от главного дворца фестиваля. Вот. А там есть еще поменьше залы, просто как бы в них конкретно я не выбрала сеансы, чтобы пойти посмотреть. Вот такие два больших, крупных. Насколько я поняла, это вообще залы строятся под фестиваль. Они не находятся там круглогодично, выстраиваются непосредственно перед фестивалем. Ну, у меня такое ощущение было, что это действительно на каких-то пустых площадях, но причем они сделаны очень качественно, очень качественные охладители воздуха, кондишен, да. Да, то есть кондишен там очень хорошо работает, и невзоря на то, что, в принципе, жара в Венеции в это время была где-то за плюс 30 градусов, то и ты ходишь там практически, так сказать, маечка, шортики, а заходишь туда в зал, и через какое-то время начинаешь понимать, что уже зябка становится. Вот. И, ну, в этом плане, то есть действительно комфортно, что ты там не сидишь, не подыхаешь жары, да, вот. И я понимаю, что рядышком прямо пляж можно из кино поезжать искупаться. Да, там же непосредственно находится, буквально через дорогу находится пляж, очень красивый, очень длинный, я, правда, не измеряла, какой он длинный, да, но вот там прямо вот хоть ходи, купайся или просто поводи, гуляй. Вот, то есть в этом плане можно объединить приятное с полезным. Насколько в это время, возможно, ну, я не знаю, посещение каких-то других мероприятий, то есть насколько, ну, жизнь кипит только в этом, на острове Ледой, или, ну, в принципе, какие-то еще события происходят, то есть там, насколько туристы, ну, сконцентрированы в этой части города, или, в принципе, туристическая жизнь продолжается своим чередом? Туристическая жизнь продолжается своим чередом на основных островах, архипелага, наверное, да, где расположена Венеция, и, конечно, у них свои достопримечательности, которые надо по списку все успеть обойти и сфотографировать, вот, и другие острова, тот же Бурана и Мурана, да, и в зависимости от того, кто куда. Ледой, я бы сказала, что он теми хорош, что там нету такого наплыва туристов, да, туда ездят туристы, естественно, в том числе и за пляжи, потому что фактически пляж только, где можно, так сказать, искупаться, да, и зайти в воду, это только там. То есть в самой Венеции, ну, если ты прыгнешь в канал, я думаю, что это не будет самым лучшим решением охладиться в жаркий день, поэтому, то есть там это такое более обособленное, и теми, оно и как бы приятнее, что вот там кипит жизнь, там туристы, вот, здесь уже, соответственно, происходит киножизнь. Другой еще момент, что в самой Венеции, по-моему, в течение всего года проходит так называемый биеннале, биеннале искусств, который в себя включает, в том числе, естественно, и кино, историю, да, в том числе сам кинофестиваль, который проходит в течение двух недель, в конце августа, начало сентября. Но и на отдельной территории также есть обширная выставка, так сказать, достижений искусств практически там всех стран мира, вот, отдельные даже выставочные места можно посетить бесплатно, вот, я даже сходила тоже посмотреть, что наши соседи-литовцы сотворили, чтобы получить главный приз на биеннале искусств в Венеции, вот, и посетила также еще исландский экспонат. Или, как сказать, да, выставку, скажем так. Вот, поэтому, то есть, как бы, биеннале – это такое вообще растянутое на целый год событие в Венеции, чем она привлекает в основном, скажем, не только туристов, да, но и людей, это не каждая индустрия, да, это будь то искусство, архитектура, музыка, танцы, да, то есть у них даже, в принципе, такие вот указаны, что, да, театр и, то есть там это очень такая серьезная программа, да, которые, то есть кино – это только часть вообще всего этого большого механизма, который в Венеции уже известен как биеннале, вот, искусств по всему миру. Насколько сложно снять жилье вот во время Венецианского кинофестиваля, насколько далеко, близко, вот, удается найти его? Найти, я, в принципе, долго выбирала, особенно с точки зрения стратегического местоположения, где и как жить, проживать, и в любом случае, как бы, ледой, я полагаю, это, наверное, во время фестиваля, это будет самое дорогое жилье, да, поскольку там в основном проживают все, кто уже на этот фестиваль аккредитованы, приезжают из индустрии, а, скажем, по всей Венеции, вот, ну, на островах, ну, в этих всех райончиках, да, там можно найти повыгоднее. Я вообще не заморачивалась, вот, и к тому же знаю, что все равно целый день ты будешь проводить где-то в городе, гуляя или находясь на киносеансе. Я вообще выбрала хостел, он находился чуть ли не в самом центре Венеции, ну, если так можно сказать, это район Сан-Марко, да, это там, где непосредственно площадь Сан-Марко, да, но он находится в таком как-то закутке, что там очень какое-то тихое, вот, тихое место, там же вы понимаете, что там в этих улочках можно там даже блуждать, заблудиться, да, и это небольшие променады, как вот мы привыкли воспринимать, да, наши городские улицы. Вот, и он получался между остановкой улицы, улицы, да, Реалто, это мост Реалто, да, и вот Сан-Марко, две такие основные достопримечательности этого города. И в то же время он такой тихий, спокойный райончик, вот, и в этом хостеле я также встретила очень интересных людей, тоже с разных точек мира, даже из Японии девушка приехала тоже на фестиваль, но без аккредитации, с билетами. Она представляет кинофестиваль в Осаке, и мы сразу с ней как-то разговаривали, вот, и она говорит, приезжай в Японию, я говорю, я давно собираюсь, вот, так что есть теперь вот интересный контакт в Осаке, непосредственно имеющий отношение к кинофестивалю. Так что в следующий раз будем говорить про кинофестиваль, а по нему в Осаке. Да, вот я надеюсь, что там будут английские субтитры, вот, потому что я так полагаю, что там больше будет кино из той части света. Ну, по-моему, в этом году тоже были, а, ну, во всяком случае, был японский режиссер Синя Цукамото в жюри, и вот... Ну, Кориеду Хиракадзе тоже у нас был председателем жюри, представил свой первый европейский фильм с Катрин Дзенёв и Итан Хоуком, вот, тоже, скажем, японский такой уже мастер. Катрин Дзенёв, кстати, очень, по-моему, до обидного как-то высмеивали за её очень необычный костюм, который напоминал просто спасательный жилет надетый. То есть она появилась на красноковровой дорожке, у неё был какой-то очень странный жилет, как будто бы это просто была надутая, ну, спасательная какая-то такая вот... Жилет. Ну, да, жилет, да. И получилось так, что, ну, не все поняли эти изыски моды, и... А может, там действительно был жилет? Может быть, какой-то... опасалась какого-то покушения, да. Или, может, просто опасалась, что лодочка эта гондола перевернётся, да, там... Утонет, да, и она решила уже не снимать его, да, и обратно на лодочку уже в жилете вернуться, да. Ну, вот, может быть, непосредственно перейдём к тем фильмам, которые, ну, всё-таки две такие большие премьеры интересные, наверняка эти фильмы обязательно попадут в наш латвийский. Адам Драйвер, кстати, вот мы забыли упомянуть, что удалось его увидеть своими глазами. Да, это была как раз-таки премьера по дороге на сдвоенный киносеанс. Начиналась во дворце кинофестиваля, начиналась премьера и красная ковровая дорожка фильма «Брачная история» с участием Скарлетт Йоханссон, Адама Драйвера и других звёзд и гостей, скажем, этой премьеры. В том числе Брайан де Палма, кстати, туда тоже, насколько я потом по фотографиям посмотрела, да. Сегодня у него день рождения. Сегодня у него день рождения, ему 79 лет. Так что он тоже побывал на Венецианском кинофестивале и на премьере. И да, и там получается, что в отличие от Кан, например, где там очень всё строгое, ограждения очень длинные, то есть там подъезд машин у них организован так, что там комар нос не подточит. То есть здесь сам подъезд непосредственно красной дорожки был достаточно такой открытый. Там, да, находилась охрана, находились полицейские, которые, так сказать, бдили за толпой, да, но не было так, что там всем за ограждение, там 20 метров, не ближе. Там как-то все тоже, опять же, не было вот такого хаоса, да, и хотя люди, так сказать, толпились, понимали, что сейчас кто-то приедет. И в основном только при подъезде машины они просили отойти чуть подальше, пропускали машину, она подъезжала, высаживала звёзд и уезжала. И тогда все обратно возвращались, чтобы там глазком посмотреть уже на того, кто приехал и увидеть, кто вышел на красную дорожку. И все приезжали на машинах с тонированными стёклами. И только потом уже видел, а, это вот Скарлетт приехала. Адам Драйвер приехал на, единственный, кто приехал на машине с нетонированными стёклами. И у меня было очень ошарашенное лицо, когда я стою буквально около этого ограждения, да, и нас попросили отойти, вот подъезжает машина, и я думаю, ну опять будут затонированные стёкла. И тут я смотрю буквально вот на расстоянии вытянутой руки, стекло прозрачное, и я смотрю, знакомый профиль, как будто давно знаю. И вижу, что это Адам Драйвер. И я так ошарашена была, что пока я лезла за телефоном, он уже проехал дальше и вышел на красную дорожку. И вот это было, конечно, таким большим шоком. Так вот, ну вот, 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 вот человек, который вот сейчас вот я увижу на экране, да, через буквально полчаса. Для поклонников «Звёздных войн», как раз-таки главный злодей там. Да, да. Ну и сам фильм-то как? Ну, не без спойлеров, но вот просто общее впечатление. Фильм понравился, невзирая на то, что тема сложная. Я вот уже тоже как бы потом, после того, как сошли все эмоции и так далее, я поняла, что как бы все практически фильмы, которые я посмотрела в рамках фестиваля, это они такие связанные с взаимоотношениями вот в парах, между людьми, в семье, да, опять же, вот к звёздам Брэд Питт, у него там вот отношения отца и сына, да, там эта история. И здесь в данном случае отношения как бы супружеской пары, да, как вот отношения у них распадаются из-за того, что кто-то когда-то пошёл на компромисс, вот, но с этим не хотел мириться или понимал, что как бы это не то, чего он хочет от этой жизни, от этих отношений. И понятное дело, что со временем это начинает съедать человека изнутри. И так начинают рушиться отношения. Но там всё равно были очень смешные моменты, то есть это было так показано с таким милым, хорошим юмором, то есть там даже невзирая на то, что там очень такие, ну, эмоциональные были сцены, там и разрыва, да, и сложного как-то вот восстановления мира, да, какого-никакого худого, да. Но там всё равно и в этих сценах вдруг появлялся какой-то смешной момент. То есть, ну, мне кажется, что это так было, ну, преподнесено, что вот как в жизни, да, вот казалось бы, вот всё рушится, да, а вот нет, да нет, вот вдруг как-то вот, не знаю, смешно повёл себя человек, да, или что-то сказал не в попад, да. И это немножко как бы вот нивелирует эту всю остроту, да. Поэтому и Скарлетт Йоханссон мне очень понравился в этом фильме. И Адам Драйвер, я, в принципе, ну, он, я его не воспринимаю как нового Дарта Вейдера, да. Вот, я всё-таки больше смотрела с ним как-то фильмов других. Тот же Паттерсон. Паттерсон, да, 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 конечно. Да, Джима Джармуша, и сейчас он в новом фильме Джима Джармуша сыграл. Но вот как-то я его более воспринимаю как такой лирический актёр. И он там как-то очень вписался хорошо. Ну, и Скарлетт Йоханссон, я понимаю, хотя её ругают, ну, многие считают её недостаточно. Ну, просто красивой женщиной, но не актрисой. Но здесь я понимаю, что она показала себя именно как актриса, да? Да, я до этого тоже рассказываю. Вот, буду смотреть фильм со Скарлетт Йоханссон. Ой, да что ты, Скарлетт, да какая она актриса? Да и только в комиксы играть, затянутой в кожу там, и в свои красоты выставляя этот показ. И я говорю, ну, я так не уверена. На самом деле, то есть как бы в той же Вика Кристина Барселона, да, где-то вот её в начале, так сказать, карьеры, где она только начинала выходить из тени, да, как говорится, становиться заметной актрисой, да. Мне кажется, что как бы у неё есть, конечно, ну, хорошие, достойные роли. И это, мне кажется, одна из них. Потому что там она, более того, что она, в принципе, играет для себя актрису. Может быть, поэтому ей не было так сложно вжиться в роль, да, потому что, в принципе, её роль там роль актрисы. Она в этой семейной паре, да, он режиссёр театральный, она актриса у него. И поэтому, может быть, поэтому она очень органично и гармонично смотрелась в этом амплуа. Фильм с Брэдом Питтом к звёздам – это фантастика или семейная драма? Это семейная драма в космосе. Так, наверное, по-моему, многие озвучили потом. Это, скажем, развивающаяся семейная драма на фоне космического пространства. То есть это вынесено, скажем, за пределы. Наверное, ну, это очень такой кинематографический приём для того, чтобы усилить драму, скажем так, да, ты выносишь её за пределы вот быта. То есть ты не ставишь людей там вот в городе, они периодически там, не знаю, ходят по улицам, пересекаются, там другие люди их видят, да, а ты их выносишь абсолютно в невесомое пространство. И когда ничто не мешает, ничто не отвлекает, там развивается эта драма, да. То есть мне кажется, что это достаточно интересный подход. Другое дело уже, как кому понравится уже развитие этого сюжета, да. Это не «Звёздные войны», естественно, да. То есть не история про инопланетян и захваты нашей планеты. Но, скажем, я была… Контакт вот с Джоди Фостер – это что-то похожее? Контакт, вообще-то, он, мне кажется, больше о споре науки с Богом. Здесь это больше о споре отца и сына или их незавершённых отношений, незаконченных, потому что отец, он вообще считал отца погибшим. А тут выясняется, и плюс ещё его на эту миссию отправляют. И чем это закончится, это весьма-весьма. Это пи, да. То есть Брэд Питт, который проделал такой большой путь, он же начинал с небольших ролей, там Тельма и Луиза, затем вот, кстати, фильм Квентина Тарантина, постсценарий Квентина Тарантина «Тру романс», Да, где у него маленькая была роль, ну, наркомана такого скуренного. Да, 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 в дредах. И затем вот вдруг вот такой вот, описав круг, он уже как звезда в однажды Голливуде. Вот здесь он звезда-звезда или это, ну, вот что, какая у него? Я, кстати, непосредственно накануне поездки на Венецианский кинофестиваль, естественно, была на премьере однажды в Голливуде с Брэдом Питтом. И как раз уже в Венеции, уже посмотрев фильм «К звездам», я пыталась вот сравнить и понять, в какую же сторону сейчас идет, то есть какие роли его больше привлекают, да. И, то есть мне кажется, вот у Квентина он как-то сам такой, ну, он играет в себя, то есть вот он такой рубаха-парень, там надо помочь, помогу, ну, там, соблюдает какие-то все-таки нормы или правила, да, вот, ну, такой вот свойский, да. И здесь он как-то, мне кажется, очень такой, играл такую роль холодного человека, ну, в принципе, ему по сюжету и надо было играть человека уравновешенного, без, значит, каких-либо там вредных привычек, да, то есть он постоянно должен был отчитываться перед собой и перед своим начальством, да, то есть он такой был в форме, зашнурован, как говорится, да, весь. И мне кажется, ему было неуютно в этом, а было. Вот как-то, может быть, этого и добивался режиссер. Но, по сути, да, то есть как бы ближе и мягче он был вот именно у Тарантино, и здесь он совершенно такой прямо вот очень такой закрытый, холодный и такой рассудительный. Чересчур. Как-то от него ждешь такого вот что-нибудь, что он выкинет такого. Потому что он, в принципе, играл таких и злодеев часто, да, в той же Калифорнии. Вот старый, старый фильм, да, 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 да. С Жюллет и Льюис, да. Да, с Жюллет и Льюис на пару с ней, да, они там были очень сладкая парочка. У них, кстати, по-моему, и в жизни у них был роман. У кого после съемочной площадки не бывает романа, интересно. Собственно, с Бродом Петтом, конечно. Да, да, поэтому тем более. У нас осталось буквально чуть-чуть времени, а я хотел еще спросить по поводу программы короткометражного кино, поскольку этот жанр, ну вот короткометражные фильмы, это, ну, можно сказать, пари такие вот кинематографы, потому что где их можно увидеть? Наверное, только на кинофестивалях, да? Вот что, было ли много людей, был ли какой-то интерес к этому фильму? Какие фильмы, может быть, если можно, но очень коротко, вот два слова буквально сказать. Людей не было много, это был дневной сеанс, и, в принципе, то есть я думала там сейчас, о-о-о, и мой первый сеанс, по-моему, даже вообще на этом кинофестивале, да. Я сейчас ожидала, сейчас будут эти вот толпы, очереди. Нет, все было мило, уютно, народ собрался, но зал был не совсем битком. Работы были совершенно разные, из разных стран. Что интересно, я сейчас пересматривала вот список именно картинок, где-то было, по-моему, 6 или 7, которые были показаны на вот этом сеансе. Естественно, работы отобраны больше, просто они разбиты на разные сеансы. Я запомнила только по сюжету, только 4. То есть я где-то половину только запомнила, остальные как-то вообще, я читаю название, понимаешь, что я не помню, что я видела. Но это бывает, особенно когда ты смотришь много и постоянно, да, какие-то вещи вот не останавливаются, не остаются в памяти. И были совершенно разные темы. Но, опять же, в основном связанные вот с межличностными отношениями. Сложно выговорить это слово и, наверное, сложно в жизни. Что южнокорейская картина, да, что вот там была немецкая картина. Но это вообще такая более социальная, полудокументальная картина, связанная с малолетними преступниками, да. И тоже там так вот это интересно. Или, например, первый фильм в этом блоге, если я ещё могу упомянуть, да. Всех, по-моему, поверг в некоторое недоумение, что мы просто в течение нескольких минут смотрели «Солнечное затмение». Да. Да, так что и такие работы появляются на кинофестивалях. Наталья Яценко и такой своеобразный итог Венецианского кинофестиваля. Спасибо огромное. Спасибо за приглашение. Спасибо. 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 Спасибо.